Всем привет! Ребята, с последнего обзора прошло меньше недели, но сад настолько изменился, расцвели деревья, расцвели некоторые цветы, поэтому получила вчера просьбу сделать еще один обзор. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, интересно вам в таком формате смотреть ролики, чтобы я понимала, как часто нужны обзоры, интересно ли вам видеть вообще экскурсии по саду. Так что сегодня приглашаю вас прогуляться, у нас, к сожалению, опять пасмурно, опять шел дождь, но весна все равно идет, поэтому пойдемте на прогулку. Все в природе так скоротечно, вот нужно уметь наслаждаться моментом. Вот сегодня оно цветет, а завтра уже нет, цветет что-то другое, поэтому хочется запечатлеть и передать вам вот каждый миг, вот всю эту красоту разделить с вами. Вчера размышляла и думала, зачем вообще мы идем на YouTube, что мы хотим здесь найти. Информацию, наверное, навряд ли. Я сама сижу, и у меня есть очень много любимых каналов, и я поняла, что мы идем сюда за вдохновением. Мы хотим насладиться не только своим садом, но и получить какие-то идеи, эмоции, гуляя по чужим садам. Поэтому я очень надеюсь, что мой ролик вдохновит вас, зарядит вас на создание вашего сада. Поэтому пойдемте посмотрим, как цветет, чтобы выросло. Все, приглашаю всех в сад. Прошлый обзорчик вышел у меня такой длинный, поэтому постараюсь в этот раз побыстрее. Бронерочка моя расцвела, было больше цветов, улитки уже постарались. Так, папоротники взошли. Ну, бересклет просто красавчик. Не могу его не показать. Супер. Элиагноз подрастает. Вот моя сжималость. Друзья, растет в тени, но все равно подгорает. Если кто-то себе будет приобретать, понимайте, что это растение, видимо, для очень глубокой тени. Крестата. Вот, смотрите, за 4 дня буквально, что произошло с аукубой. Она выгнала ветки. Почки превратились уже в веточки с листиками, и она вся цветет. Цветочки маленькие такие, интересные. Вот такой хороший темп просто. Так, здесь посадила медуницу. Вот, красивая какая. Гехеры подросли. Я старые листья не убирала. Они, в принципе, ну, неплохо выглядят. Вот такие новые приросты. Криптомерия глобоза нано. И, ну, не могу не показать. Мое новое приобретение. Сбылась моя мечта. Три года я этот клён отыскивала, отслеживала. И вот, наконец-таки, он пополнил мою коллекцию. Это японский клён. Широсава Аореум. Красавец. Как я его хотела. Его ещё называют лунный клён. А листик двенадцатипалый. Ну, красавец просто. Вот как он выглядит. Посадила его в глубокую тень. Потому что смотрела много обзоров. И, в общем, он очень сильно горит на солнце. И растёт в глубокой тени. Цвет лимонно-канареечно-жёлтый. Вот он весь на цветочках. Наверное, поспеют крылатки. Получается, такая зона у меня здесь. В таком восточном стиле. И здесь у меня будет этот клён. Широсава Аореум. Жёлтый. Он карликовый. На метро, наверное, в нашем климате два-три вырастет. Здесь, правда, придётся теперь немножечко пересадить сосну. Грин Тауэр. Но будет на фоне тёмной сосны, колоновидной. Очень ярко и выигрышно смотреться клён. И сзади, перед перголой, у нас японский клён, который я показывала в прошлом ролике. Который должен быть сюрпризом. Ну вот сюрприз удался. Клён всё-таки красный. Сейчас покажу ближе. Вот распускается барбарис мой штамбовый. Уже такое яркое пятнышко красное. Этот туполистный кипарисовик, черюмен, я его тоже буду отсюда отсаживать. Я его посадила до того, как приобрела криптомерию серама. И вот он у меня был тут один. Теперь я его отсажу в другое место. Освобожу его для криптомерии. Вот такой красивый тюльпан. Красиво, конечно, после дождя. Но сыра тюльпан не держит. Ножка не держит. Тяжёлые очень у него соцветия. Красиво. Дицентра расцвела. Интересно, так смотрится на фоне хвойных растений и на фоне моего японского клёна. Ну, к сожалению, видите, приобрела микс. Лист полностью не распустился. Не могу идентифицировать сорт. Но листик очень ажурный. Такой достаточно резной. Посмотрим, что будет получаться. Люблю дицентру очень. Растения для тени. Ветер дует, колокольчики, сердечки. Колышется на ветру. Очень красивое зрелище. Так подрастает маяканна. Вот так подрастает маяканна. Вот такая красавица. Три бутона осталось сверху. И один был внизу, но он тоже, видимо, отпал. Был отмерзший. У магнолий с годами морозоустойчивость у суланджа повышается. Поэтому, когда вырастет большое дерево, она будет больше устойчива к заморозкам, к понижению температур. А вот расцветает, уже буквально на днях распустится, моя азалия розы. Смотрите, какой насыщенный цвет бутонов. Красивая. И моя азалия панда тоже скоро расцветет. Вот такая красота. А здесь у меня расцвели желтые тюльпаны. Тоже красивые. Тоже вот из-за дождей развалился куст. И вся красота на земле. Вот так уже вырос папоротник. Красивые такие завитошечки. Цветет самшит. Сижу вам снимаю, запах такой. Супер. И магнолия пахнет. Ну и помните, я вам рассказывала про свою сливовишню. Вот как бы вам передать. Вот смотрите, какой прекрасный вид. Мы смотрим через перголу и наслаждаемся красивым деревом. Запах стоит нереальный. Вот чем не сакура. Ну вообще в Японии цветение косточковых называют цветением сакуры. То есть это вишни, сливы. Поэтому не обязательно сакура будет. Сакура канзан или какие-то сортовые. Наслаждаемся цветением своих российских деревьев. Очень красиво так пахнет. Сейчас опять пасмурно. Всю ночь шел дождь. Вот дерево покрыто полностью. Запах, конечно, просто космос. А вот уже распускается листик на моей лещине Red Majestic. Видите, какой насыщенный цвет у листа. Красиво она сейчас смотрится. Видно еще очень сильный ее волнистый ствол. Лист пока не закрывает сережки. И такие маленькие листочки. Красиво очень. Все поднялось. За несколько дней так заросло. Вчера целый день боролась с травой. Смотрите, водосбор. Квелегия уже скоро расцветет. Нарциссы уже некоторые цвели. Морозник еще доцветает. Начинают уже почки просыпаться. Начинают расти молодые приросты на их хвойных. Очень красиво. Скоро все это будет нарядно. Хочу вам еще показать, какое в этом году будет обильное цветение глициний. Бутон уже набирает цвет. Уже такой сиреневатый. И вот на моей перголе. Так, сейчас покажу вам. Очень много бутонов. Будет очень обильно цвести. Будет красиво. Сделаю, наверное, опять вам обзор и покажу, как будет смотреться пергола в цветах глициний. Красотища. Магнолия вырастет большое очень дерево. И ветки будут, скорее всего, до самой перголы дорастать. Но это будет очень красиво. Вы знаете, на ваши комментарии я вам очень благодарна. Вот я получаю про загущенные посадки. Вы должны понимать, если вы сажаете у вас 20-30 соток земли, то вы можете посадить расстояние, выдерживать около 3 метров и более между крупномерами. Либо сажаем сортовые растения, смотрим, какие они вырастают. И вы должны понимать, у меня много растений растет для топиарных форм. То есть они не будут бесконтрольно расти в саду. Я буду их стричь, они становятся в росте. Если вы не собираетесь это делать, то вы держиваете большие расстояния. И еще вы должны понимать, если вы сажаете близко, то вы должны больше внимания и ухода своему саду предоставлять. Потому что обработки будут чаще, полив. Вы должны будете давать микроэлементы, по кроне, по листу. То есть должно хватать всем воды и питания. Прострел. Прострел только посадила в этом году, поэтому он не покажет свои красоты. Будем ждать только на следующий год. Хоста красавица. Лилии уже большие. А вот мой каликант. Весь на бутонах. Бутоны уже как горошинки такие. И уже просматриваются листики. Очень интересно, какой все-таки будет сорт. Гортынзии уже так распустились. Берючина. Аурея. Тоже буду ее формировать. Она будет у меня шариком. Ну, пока вот отпустила ее немножечко и смотрю. Желтые нарциссы вот эти очень долго цветут. Они больше месяца украшают сад в отличие от обычных несортовых. Расцветает карликовый ирис. Красивый. Здесь у меня росла кракона. Сейчас временно здесь была рыхлая земля. Посадила как в школку. У меня взошли вот такие вот неизвестные то ли туечки, то ли можжевельники. Потому что есть привычка шишки в кармане носить, собирать. Особенно с отпусков. И вот, видимо, кто-то взошел. Я их сейчас сюда пересадила. Не знаю, пока куда пересажу. Вот моя хвойная группа. Здесь тоже по поводу густоты фасадок. Если вы сажаете, допустим, кипарисовики и цель у вас создать живую изгородь, чтобы они у вас плотно замкнулись, выдерживайте. Но у меня здесь около 80 сантиметров между. Можно даже меньше. Все зависит от того, насколько плотно вы хотите, чтобы у вас была живая изгородь. Между вот посередине видите, у меня большой промежуток. Ну, больше метра. Потому что здесь стоит у меня можжевельник хортсман, чтобы он мог занять эту нишу. Но я тоже буду его формировать. Понимаете, вот хвойная группа, она подразумевает какие-то соединения растений. Какие-то ветки я оставлю, какие-то уберу. Все должно быть гармонично и красиво. Но это опять дело вкуса. Если вам нравится, вы можете вообще посадить газон и одно дерево. Ну, вот мне близок такой тропический стиль. Я даже занимаю пустоты каннами, георгинами, чтобы это все было ну, какой-то райский джунгль, чтобы напоминало. Вот в прошлый раз вам показывала гептокодиум мекониеносный. Вот, посмотрите, уже какие большие веточки. Вот, несколько дней прошло, а природа оживает, все растет. Такая красота. олеандр. Олеандр уже выгнал бутоны. Ну, вот, надо делать обработку. Дожди идут, и у него вот такие вот листики начали фитоспорином пролью. Проснулась скумпия. Сейчас покажу вам. вот такие ветки. Ветка плоская. Здесь сверху очень много почек. Я даже не знаю, ну, нормально ли это для нее, или это какая-то у нее такая деформация. Ну, наблюдаем. Листики уже яркие, красные. Она уже у меня растет третий год. В этом году, я думаю, она рванет. Вот какой красавец бересклет. Стал такой яркий. А вот вероника синяя royal candle сорт. Здесь у меня еще ирисы растут, луковичные. Скоро будет очень красиво. А вот смотрите лук. Наш алиум. Гигант огромный просто. он до середины кипариса дорос. А кипарис метра два с чем-то уже. Вот такой вот большой. А вот не могу не показать. Вы видите, что делается наличие таких дождей, постоянных влажности. Вот ирис, обычный ирис. И весь пошел пятнистостью. Буду срочно делать тоже обработку. Вот просыпается скумпия Янгледи. Вся-вся тоже на почечках будет свисти. Помните, показывала березу сорт Трост Дворф. Вот так мы распустились в такой уже резной листик. Уже даже видно, что листик красивый чем-то напоминает японский клён. Анютины глазки здесь зимовали и сейчас уже начинают раскущаться. А эти я сажала весной. Почки уже хорошие на вергате. Вергату посадила в прошлом году. Вот такие большие уже почечки. Здесь у меня Барбарис Наташа. Весь цветёт. Красавчик. А это Барбарис Коронита. По-моему Коронита. Вот так выглядит уже борщелистный клематис. Красиво цветёт такими синими загогульками. Бук пока никаких признаков просыпания не показывает. Почка зелёная. отламывала одну. Ну ещё спит. Видимо поздний. А вот не могу вам не показать вот это клён японский сорт Emerald Lace. Вот у него лист зелёный осенью красный. Лист очень резной. Посмотрите какого цвета у него яркого кора. Вот что я вам хочу сказать. Он не горел. Я его купила маленьким сантиметров наверное 10. Вот такие приросты он дал. Можно сказать, что он перезимовал практически без укрытия. Вот у него отмёрзла совсем вот маленькая часть веточки. Всё остальное живое. вот такой красавчик. Вырастает он около трёх метров высотой и трёх в ширину. Но его можно формировать. Вот я всё думаю согнуть ему веточку. Не знаю, может быть согну. Вчера целый день боролась с травой потому что это какой-то ужас. Дожди идут, трава благоухает. барбарис Мария смотрите какой красивый колоновидный барбарис весь на цветочках. В прошлом году пересадила. Здесь просыпается скумпия. Скумпия у меня здесь жёлтая golden spirit. Абрикоса растёт временно. Я её буду убирать. Когда так купили только участок сажали плодовый сад. Сейчас декоративный заменяет со временем плодовый. Абрикосы это то дерево, которое в этом климате не спеет. Когда цветёт всегда мороз. Вот мой красавчик. Весь на почечке. Скоро распустится. Кедр ливанский глаукопин была. Красавец. Ну вот по поводу своей ёлочки, которая болела. Вот она уже начинает распускать почки. Поражённая хвоя обсыпается. Поэтому могу предположить, что лечение пошло на пользу. Красота. Траву приходится раз в два-три дня выкашивать. Я в тренде. В моём саду газон совершенно маленький и не очень хорошего качества. Смею. Сейчас же такая тенденция замещать газоны, потому что они требуют много воды, большого ухода. И в Америке даже в некоторых штатах запрещено поливать газон. У них сейчас появляются фирмы, которые его красят. В общем, вот это весь мой газон, который я оставила. И честно, он меня даже этот раздражает. Я его всё время кашу. Газонокосилкой неудобно. Я подсеяла сюда розовый клевер на замещение травы. Всю остальную траву по участку я буду убирать и мульчировать. Это всё дело корой. Вот останется вот эта вся площадь газона. Как без травки. В центре растёт гинго, я уже рассказывала. Вот хочу вам показать. Вчера это ещё были просто зелёненькие почечки. А сегодня это уже микролистики. Такие они классные. Они как будто жирненькие. здесь у меня такая задумка понимать вот такое дерево жизни. И со временем вокруг него я сделаю лавочку круглую, когда он вырастет. Я видела взрослый гинго, которому уже около 20 лет. И вы знаете, до огромного дуба ему ещё очень далеко. Дерево довольно ажурное. Ствол был сантиметров я думаю около 10. Покажу вам как нибудь это дерево. Оно в саду у моей хорошей знакомой. И вот здесь вот по поводу загущенных посадок. Здесь моя цель создать кулису из хвойных растений, которые будут высокие. растений будут придержаны стрижкой вокруг этого дерева. То здесь будет круглая лавочка и такая зона закрытая полностью высокими хвойными растениями. Это будет очень красиво. Ёлочки Энгельмана вот здесь бушлейс. Она не широкая. Она во взрослом состоянии, если я правильно понимаю, около двух метров радиусом. Поэтому мне как раз очень удобно. Ёлочка моя Энгельмана Снейк. Она такая ажурная. Она не плотная, она рыхлая, как вергата. Но не такая большая. Будет более миниатюрная. Через нее будет просматриваться моя живая изгородь из высоких кипарисовиков, которые будут просто закрывать мне заборчик. делать. Здесь можжевельник монгло. Он прекрасно стрижется. Он будет колонновидную форму свою поддерживать. Эту ёлочку я тоже буду застригать. Она будет конусом. Я видела взрослые ёлки, которые не более двух метров их держат в радиусе. Они очень достойно смотрятся. Вот единственный у меня тут дружочек гималайский кедр, который конечно же гигант. Я тоже понимаю, что его тоже можно прищипывать. Просто он мне нравится такой ажурный. Здесь место у меня закрыто от ветра, поэтому я пока другого для него в саду не вижу. Но посмотрим. Может быть он будет нижней веточки со временем уберу. Будет тоже красиво. Вот поэтому у меня здесь такая плотная посадка. Это кулисы такие колористические, все в голубом цвете и совершенно разных фактур хвойные растения. А вот уже расцвела какая красавица вишня. Это мой плодовый сад. Видите тазы с травой, потому что каждый день таких 5-6 тазов я убираю. Трава жирует. Вот здесь такое у меня место. Я уже показывала, но только сейчас оно вот в такой красоте. это карликовая вишенка. Она 5 лет у меня уже растет. Она видите невысокая. Кустиком вишня очень вкусная. Поэтому это дерево точно останется, потому что остальной плодовый сад у меня идет под замещение. Посадили когда-то, а сейчас перехожу на декоративный. Но вот эти два дерева останутся стопроцентно. Это чернослив и вишня. Вот моя лавочка. Здесь сижу, пью кофе и наслаждаюсь вот этим цветением. Потом сижу, ем вишни. в общем, такая вот тема. Ребята, посмотрите, какого красивого цвета кипарисовик голдрайдер. Смотрю, одна веточка видимо отломилась. Коты бегают. Надо будет обстричь. Вот такой он яркий, нарядный, молодой, но я думаю, он быстро поднимется. Вот проснулся уже сирийский гибискус. Я его все еще не обстригла. Елочка-коника уже вся на молодых приростах. Очень красиво смотрится. лилейник. А вот сейчас вам покажу малышка моя елочка Пуш. Я надеюсь, что вот эти почки будут все-таки шишечки. Вот такая маленькая, такая веселенькая. Класс! Здесь лилейник у меня. А вот посмотрите, как распускается бересклет крылатый компактус. Боже, он весь на цветах. Видимо, ему подошли все условия. Я его посадила в прошлом году, и он был так себе чахлик. Ну вот сейчас борется во мне такой момент, когда мне еще и нравится трава цветущая, и уже такое состояние на грани, когда уже хочется ее частично убирать. Я ее уже скоро-скоро уже часть какую-то убрала, но вот в этой композиции еще красиво. Здесь у меня сеется василек, такой агрессор. Захапал мне тут большой кусок сада, но он красиво цветет, вот я дожидаюсь, он расцветает, подцветет какой-то период, а потом я его весь убираю, но он успевает все равно подсеяться. Вот такая весна в саду. А вот кизил, ребята, я показываю, у меня их два, серьезно с ним поговорила, если в этом году кизила не будет, поедет он жить к маме в сад. Вот по поводу еще загущенных посадок. Сад это процесс, вы должны кайфовать от этого процесса, он должен вам нравиться, приносить вам удовольствие. вот если вы сажаете сад, лишь бы было лучше, чем у соседа, но он вот не будет вас радовать, тогда проще пригласить профессионала, который вам рассчитает, создаст вам красивый сад, и вы будете наслаждаться, он будет правильный, с правильными расстояниями. Либо вот я не учу, я просто показываю. Мой сад молодой, я балдею от процесса, мне нравится его создавать, я часто меняю какие-то группы, какие-то создаю формы, что-то подсаживаю, что-то убираю, какие-то растения уезжают к маме в сад, у нее сад большой, какие-то я беру, которые очень, как вам объяснить, ну вот, не моей климатической зоны, я беру их как эксперимент, и выживут они у меня или нет, конечно, я буду стараться, но не факт, поэтому по поводу загущенности сада, какие он будет у меня через 5 лет, мы можем только увидеть. Вот так уже замечательно проснулась гортензия, это полярный медведь, листики такие хорошенькие, и вот ванилла фрайз. Здесь у меня растет розочка, мне ее подарили бабушка моего мужа, это чайная дикая роза, она очень сильно пахнет, из них делают варенье, в общем, я ее посадила, она хорошо у меня прирастает, и я ее тоже думала пересадить, в общем, здесь сидит можжевельник, я не боюсь пересадок, я подсаживаю, они у меня занимают какой-то период времени, я потом смотрю, если мне не нравится, я выбираю другое место, так что вот, не бойтесь, если грамотно пересаживать, все будет прекрасно, но это, конечно, тоже дело вкуса каждого, вот хочу вам показать, как красиво цветет персик, ярко-розовый, весь облепленный, такая красота, так мне нравится, как он цветет, даже больше, чем сам персик на вкус, красота, у нас два персика растет, это персики, которые вырастили из косточки, вырастил сосед, когда мы приехали, он нам подарил, они выросли уже в такие большие деревья, белый персик, очень крупный, очень вкусный, поздний, спеет в августе, ну, в общем, красота, лиственница Диана, вся такая зелененькая, такая прелесть, подсадила к ней канны, с зеленым листом, потом вот такую варигатную, тут еще будет с зеленым, будут ее притенять, а вот моя крокона, я ее пересадила, перевалила комом, она вся на приростах, я уже говорила, потому что она у меня сгорела, это лето было какое-то просто ужасное, температура подскакивала до плюс сорока и выше в тени, а сколько на солнце, бог знает, вообще было, и вот я так надеюсь, что здесь ей будет полегче, ну, посмотрим, здесь у меня растет полярная березка, такая лопатулька просыпается, такие крошечные листики вообще, как игрушечные, а вот крушина, ольхолистная, колоновидная, вот вы, наверное, видите, она вся на бутончиках, тоже посадила в прошлом году, и я даже не думала, что она еще и цветет так сразу, ну, посмотрим, что получится, у нее очень красивый листик, такой тоненький, а вот это сумах, тигриный глаз, у него такой изогнутый ствол, вот я его формирую, поддерживаю, сохранить вот эту его кривизну, он нереально красивый, второй год, приросты очень хорошие, поросли никакой пока от него нет, но я так понимаю, что тигриный глаз, он не такой, как обычный сумах, ну, вот, ждите, конечно, покажу, когда лист распустится, это просто просто обалденный лист, такая красота, вот так смотрится персик, пергола моя, вот такие уже огромные приросты на сосне, вот моя сосна, которую я формирую под Неваки, вот уже поднимаются ее почки, уже совсем скоро, я думаю, в течение недели будем ее формировать, видите, какая красота, трава, правда, а вот мой хиномелис, который я пересадила, японская айва, ну, вот на следующий год цветок будет ярче, потому что она несколько лет у меня сидела в тени, и она стала такой бледненькая, вообще ярко-оранжевая, очень красивая, ну, в общем, теперь на солнышке будет ей лучше, вот здесь цветет рыга, красивая, вкусная, березка, юнги, вот моя группа хвойная, малыши пока, смотрите, какого красивого цвета сейчас туя Мария, очень красивая, да и плосковеточник, просто здорово смотрится, очень красиво, маффет блю, когда вырастет, будет нарядно, вот моя будлея, сорт муншайн будма, она желтолистная, здесь такая группа у меня желтая туя Мария, плосковеточник желтый, желтая бутлея, зеленая туя, кубанский изумруд, взяла на пробу, и голубой можжевельник, здесь ива хакура нишики, которую я пересаживала, видите, как она выглядит, все хорошо, пересадила правильно, барбарис эректа, все в траве, и вот здесь дерен, будет у меня забор закрывать, а вот даже подошла, пробуем сфокусировать, тамарикс, воистину красивое растение, вот оно скоро зацветет, оно все на бутонах, еще называют его бисерник, ну красавец, ребята, в прошлом году посадила одна веточка была вот такая вот маленькая, вот за один сезон, это уже дерево, даже не куст, веточки будут к перголе свысать, на перголе у меня глициния, будет очень красиво, с одной, со второй стороны глициния, а здесь у меня посадила в прошлом году черемуха шуберт, молодой лист зеленый, а потом со временем станет бордовый такой, вот она мне здесь нужна, как раз такое высокое бордовое дерево, будет очень красиво смотреться, давай такое яркое нарядное пятно, в прошлый раз не довела вас до берега, не показала здесь у меня дерен, гоу чалти, желтый варигат насти, красивый кустик, буду стричь из него шарик, здесь пузыреплодник, ред барон, здесь подсадила а вот подсадила просыпается гибискус травянистый это ярко-розовый будут огромные цветы как блюдца посмотрим надеюсь зацветет и вот так прекрасно выглядит рябинник рябинолистный Сэм ну кайф просто красивое такое абрикосовое пятнышко на этом сегодняшняя прогулка у нас заканчивается спасибо вам за ваше внимание надеюсь вы получили вдохновение насладились весной до встречи до встречи